Я не согласна с тезисом, что характер невозможно изменить. У меня есть свое субъективное мнение на основе объективных фактов. Безусловно, что личность формируется под влиянием генетики, социума, темперамента и нашего характера. Что касаемо характера. Современные психологи и нейропсихологи считают, что наш мозг имеет пластичность. И эта пластичность мозга обусловлена тем, что нейроны связи могут изменяться в процессе каких-то навыков, практики, каких-то стратегий, выработанных стратегий, позитивного поведения, правильное питание и так далее. То есть это научно доказано, что характер возможно изменить. Тут вопрос в том, хочет ли сам человек изменить. Или он осознает, что ему нужно изменить. Все основано на том, есть ли у человека цель, желание это изменить. Трудно сказать, что хорошо, что плохо. Потому что все мы пытаемся адаптироваться к нашему социуму. Социум ожидает какие-то определенные характеристики, удобные для общества. Предположим быть вежливым, умным, позитивным, ответственным и так далее. Но опять-таки, это все исходя из того, где ты живешь, с кем ты живешь. И какие-то цели преследуешь. Ты хочешь быть частью общества, частью какого-то, не знаю, частью какого-то коллектива. Или ты можешь живешь на природе и плевать тебе на все эти социальные ожидания. Таким образом, я считаю, что если человек хочет, если человек осознает необходимость изменения своего характера, он считает, что его характер недостаточно, может быть, сформирован или недостаточно имеет позитивных каких-то черт, то все это реально изменить с помощью постоянной практики, каких-то стратегий. Это как, в принципе, формирование здорового тела, здорового духа. Соответственно, характер можно изменить. Если ты считаешь, что это необходимо и тебе это нужно. Как-то так.